В своём выступлении Александр Тихонов затронул показатели социально-экономического развития города. По его словам, в прошлом году средняя заработная плата в Сарове – более 55 тысяч рублей. Для сравнения, в 2017 году она составляла 51 тысячу. Зафиксировано снижение числа безработных. Также речь шла о реконструкции и строительстве новых объектов, связанных с образованием. 1 сентября 10-я школа должна быть сдана. В конце этого года должно начаться строительство 11-й школы. Новый детский сад 44-й тоже в планах. 1 сентября, который около кинотеатра «Россия» межшкольные стадионы мы договорились с администрацией. Движемся. Этот год 16-я школа, затем 7-я, затем 13-я. Один из самых проблемных вопросов, которые долго обсуждали в конце прошлого года – обеспечение школьников горячим питанием. В 90-х годах бесплатные завтраки всем и обеды некоторым категориям детей ввели, когда родителям месяцами не платили заработную плату. Но даже когда проблемы с задержкой зарплаты остались в прошлом, бесплатное питание не отменили. В прошлом году, например, завтраки стоили города около 86 миллионов рублей. И органы местного самоуправления вели большую работу, чтобы их сохранить. Я лично выезжал в Министерство финансов Российской Федерации, беседовал с начальником департамента межбюджетных отношений на эту тему. До этого выезжал глава администрации с другими главами. Зато Минфин не собирается отступать от этой позиции. И поэтому все вещи продолжения финансирования – это будет считаться нарушением бюджетного законодательства. Тем не менее, найдена возможность сохранить завтраки до конца учебного года. К сентябрю планируется определить ряд категорий, которые, возможно, будут получать бесплатное питание. Также на встрече с журналистами речь шла о содержании и очистке новой дороги от КПП номер 4. Пока дорога на балансе подрядчика, он же отвечает и за своевременную очистку участка до поворота на Кременке. Сегодня уже техника вышла. Она должна чистить по окончании 5 часов после снега. Техника утром вышла, расчистка идет. Все знаки, кстати, установлены. За другим участком до Глухого следит другая фирма. Глава города пообещал проработать с представителями этой компании вопрос своевременной очистки дороги. В этом году выделены деньги на строительство дороги до Первомайска. Дорога Лихачи-Суворова включена по планам правительства области на 2020 год. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.